МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Яркий, харизматичный персонаж, она привлекает разных личностей. Это комплимент ей. Но что-то... Никто не застрахован, наверное, от этого. Но я бы испугалась, если честно. Охрана, конечно, неадекватного товарища тут же оттащила от Ольги. А зрители стали накидывать версии. Что же поклонник хотел от Бузовой? Первая версия. Он, может быть, как-то настолько сильно ее полюбил во время песни, что захотелось сильно обнять и проявить свои чувства, я так сказал. Но есть и вторая версия. Может быть, ему не понравился репертуар или вокальные данные. Согласитесь, эта версия выглядит правдоподобнее. Многие того мужика поняли, а некоторые даже расстроились, что он не довел дело до конца. Ну, в смысле, не отобрал микрофон? Я понимаю его, это сложно, сложно видеть Бузову в спектаклях, сложно ее слушать. Тут невольно хочется завыть, вырвать, заклеить скотчем рот, чтобы не пела. Ну, и вообще поменьше, чтобы было. Есть, правда, и третья версия, что мастерица пиара Бузова сама режиссировала это нападение, так как в Арабских Эмиратах очень четко работает безопасность и вдруг проморгать пьяного поклонника, пропустить его на сцену, сомнительно. Ну, есть, наверное, какие-то люди, которые пытаются поднять рейтинг и это придумывают. Например, что касаемо Эмиратов, значит, если они это придумали, они это обсудили с устроителями концерта, со службой безопасности, и все это была постановочная история. Если это была история не постановочная, это нонсенс для Эмиратов. Там вот такой жесткий порядок в Эмиратах, гораздо жестче, чем у нас. Как бы там ни было, о Бузовой вновь все заговорили, а сама она осталась жива-здорова и продолжает петь. У Литаса тоже случилась неприятность на концерте. К нему тоже на сцену во время исполнения песни вылез мужчина, только стал его не обнимать, как Бузову, а душить. Или поклонник просто хотел нащупать на шее певца жабры? С одной стороны, его представляют как очень серьезным нападением, а с другой стороны, это похоже на то, что какой-то пьяный мужик просто пошел по сцене и не знал, за что уцепиться, чтобы не упасть, и в итоге он уцепился за Витаса. Мужчина действительно оказался пьян. Позже в полицейском участке хулигана оштрафовали на 600 рублей и отпустили. После этого инцидента Витас не остановил концерт. Хоть и слегка напуганный и помятый, певец продолжил радовать зрителей своим голосом. Вы знаете, когда-то мне сказали, что мой голос лечит от потенции. И я на самом деле счастлив и рад, что я могу не только своим творчеством и своими песнями радовать людей, но и помогать им избавиться от каких-то физических проблем. Но тогда мужика, который вылез на сцену, можно понять, если Витас своим голосом как раз вылечил его от потенции. Впрочем, это все цветочки по сравнению с нападением на певца в Хабаровске много лет назад. Витас тогда шел после концерта сквозь ряд поклонников. Вдруг одна женщина резко метнулась к нему. Я думаю, это традиционная ситуация автограф. В то время ему шарфики дарили, помните, нам надо было скрывать жабры. Значит, дарили шарфы, обнимали, целовали, и, значит, шарфик вот так. Оказалось, не шарфик, оказалось, что медицинский скальпель. Неизвестно, что могло бы произойти дальше, но Витаса спас охранник. Он буквально своим телом загородил певца от скальпеля. Получил удар в область челюсти с большой кровопотери. Попал в больницу, лежал две недели в Хабаровске. Значит, ему там зашивали, перешивали. Кровожадную фанатку задержала полиция. После выяснилось, что та была психически ненормальна. Женщина вбила себе в голову, что она мать Витаса. Считала, что она, что он ее забыл, что он ее бросил, там в роддоме подменили. Это уже по исследованию, по психиатрическому заключению. Это не голословная история, то есть это прям вот конкретные были сделаны выводы. История была страшной. С тех пор Витас старается с поклонниками тесно не общаться. Ненормальные фанаты были и в советское время. Особенно не везло в этом отношении Александру Абдулову. Я могу сказать, что он был действительно любимчиком Советского Союза и какое-то время России. Он был один из самых секс-символов, несмотря на возраст. И такое, наверное, могло бы быть. Женщины просто обожали его. Просто обожали. Но не все поклонницы вели себя адекватно. Однажды на служебном входе в театр Ленком в Александра Абдулова полетел пузырек с ядовитой жидкостью. Его кинула молодая девушка с криком «Не доставайся же ты никому!». Это оказалась соляная кислота. Слава богу, актер успел увернуться. А поскольку он был женат тогда на Алферовой, такая красивая пара, которую судачила вся страна, понятно, что зуб на нее многие имели. Многие, значит, считали, что нет, это несправедливо. Вот только она должна быть рядом с Абдуловым, а не Алферова, что она лучше. Она как-то составит ему счастье. Алферова – это не та партия, которая ему нужна. В браке с Алферовой Абдулов не хранил верность, из-за чего супруги потом и развелись. Именно из-за своего любвеобильного нрава актер еще раз чуть не распростился с жизнью. Однажды за ним в подъезд зашел мужчина с топором и погнался за актером, крича, что тот соблазнил его жену. Александр успел заскочить домой, так и не узнав, о какой женщине шла речь. Да, 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 это было, какие-то уже были отношения с кем-то, или не знаю, что это такое, просто, просто Сашка, да. Было кто-то, даже на него там, в подъезде с топором на него кто-то, да, было. Ну, в общем, что-то, видите, страсти, страсти были. Но с годами все страсти улеглись. Под конец жизни актер стал добропорядочным семьянином, женившись на Юлии Мешиной, которая родила ему дочь. К сожалению, их счастье было недолгим. В 2008 году Александр Абдулов скончался от рака легких. Ему было 54 года. Нападения неадекватных фанатов случаются сплошь и рядом и в Голливуде. Вот, например, знаменитый актер Хью Джекман. Пошел в спортзал, спокойно тягал гантели. Как вдруг к нему подбежала девушка и приставила горлу актера бритву. А потом в ультимативной форме потребовала от Хью, чтобы он женился на ней. Ну, Хью Джекман, конечно же, звезда такой мегавеличины, да. Понятно, что он красивый, харизматичный. Огромное количество женской аудитории у его ног готовы просто утупасть и валяться, не вставая. Понятно, что среди них есть и нормальные, и не очень. Актера спас его персональный тренер, обезвредил девушку и вывел из зала. Кстати, бритва в руках девушки оказалась электрической. Позже в полицейском участке она объяснила, что хотела только сбрить бакенбарда знаменитого Росомахи себе на память. Романтика. Вот видите, какие женщины хотят любви всеми возможными способами. Ну, мне тоже рассказывал один мой актер знакомый, очень известный, я не буду называть имени. Он пошел в спортзал, ну, в обычный спортзал, в клуб. После тренировки он в душе мылся, а потом случайно оглянулся и увидел, что его кто-то снимает. После этого он решил оборудовать спортзал у себя дома, потому что, конечно же, это криповато, скажем так, вдруг у себя увидеть с голой попой в соцсетях. Так же поступил и Хью Джекман. Теперь он качает прессы, бицепсы только у себя дома. Александр Панайотов столкнулся с агрессивным отношением на заре своей популярности. Он выступал на фестивале «Славянский базар» вместе с другими молодыми артистами, в том числе и Алексеем Чумаковым. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя, любовь твоя. Позже вечером ребята решили расслабиться и пошли в местный бар. Там к певцу и полез пьяный посетитель. Это просто был какой-то посетитель бара, мы там просто отдыхали вместе с ребятами из народного артиста. И сидел какой-то человек пьяный и решил, в общем, напасть на нас. Да, такое было. Но это не поклонник мне. Он вообще, мне кажется, не понимал, кто перед ним. Пришлось вступать в драку. Панайотову помог Алексей Чумаков. Кинулся на защиту коллеги одним из первых. Вместе молодые люди смогли угомонить подвыпившего товарища. Панайотов не такой, не замечен в боях без правил. Он достаточно хрупкий мальчик. Чумаков покрупнее. Я думаю, что просто когда он это увидел, у него сработал инстинкт, у него сработала реакция. Я только могу сказать, что он молодец. С тех пор в подобные ситуации Александр Панайотов не попадает. Во-первых, с тех пор я не хожу в подобное заведение. Во-вторых, у меня есть наверняка охрана на каждом концерте. А в-третьих, ну, я в принципе не любитель где-то появляться публично там особо после концертов. Тем более, это были времена моей бурной молодости. Я не победил, как царя на дне. Нападение на Влада Топалова закончилось судом для фанаток. Дело было так. Две милые девушки вышли на сцену после выступления певца и подарили ему плюшевого мишку. Но как только Влад взял игрушку в руки, увидел, что у девушек в руках ножницы. И в следующую секунду поклонницы кинулись на Топалова. Нет, мысли убить его у девушек не было. Они просто стали отрезать от него кусочки одежды и волос. Ну, хорошо, что не сделали на состоянии обрезания царапок. А так все нормально. Они же подарок принесли, и за это они взяли у него пловолос. Ну, нормально. Но Топалов справедливо решил, что это ненормально. Певец был в полном шоке и еле отбился от ненормальных фанаток. По-разному люди выражают свое отношение к артисту. Кто-то его любит, кто-то хочет с ним сорвать одежду. У меня там сорвали шарф однажды, потом где-то какой-то сняли с меня там рубашку, пока я шел через зрителей. Так что это нормальное явление. Было бы странным, если бы в этом ничего не случалось. Это, оказывается, давняя традиция поклонниц. Говорят, еще во времена Федора Шаляпина поклонницы выдергивали волоски из его знаменитых шуб себе на память. Мне удивительно, что потом эти фанатки делают с этими клочками. Я представляю, как на стене висят у них под стеклами. Это клочок Филиппа Киркорова, это кожица Влада Топалова, а это волосики Аллы Пугачевой. В итоге в отношении поклонниц Топалова возбудили уголовное дело сразу по трем статьям. Преступление против жизни и здоровья, умышленное уничтожение или повреждение имущества и применение насилия в отношении представителя власти. Каждой дали по два года условно. Я думаю, что надо, конечно, держать себя в руках. Это прекрасно, что есть люди, которыми ты восхищаешься, но нужно беречь, конечно, и личное пространство этих людей. Если они публичные, это не значит, что их надо на кусочки рвать. Это сто процентов. Поэтому я призываю всех фанатов, всех поклонников как-то уважать своих кумиров. Эх, не на того певца девушки напали. Надо было выбирать группу «Нана». У нее был такой элемент шоу, когда, в общем, участники группы выходили на сцену и, можно так сказать, по определенному сигналу говорили девушке «На все на сцену делайте с нами все, что хотите». И смысл был такой, что они забегали на сцену и разрывали на них одежду. И каждая себе забирала там, что какой кусок одежды достанется ей. Ну что тут скажешь, смелые ребята? Ах, карман, карман, ты мой дырявый, а ты не нравишься вору. А вот на Сергея Пенкина поклонница напала с электрошокером. Это случилось во время концерта в подмосковном Доме культуры. Пенкин выступал в таком виде, в каком он обычно и выступает. Весь в блесках, шелках. Певец, известный шопоголик и модник. Любимые предметы гардероба, наверное, брошки. Потому что это всегда украшает на любом костюме. И стал их очень много. И они настолько, каждому костюм по-разному. И вообще я люблю эклектику. Но одну из поклонниц что-то в его виде не устроило. То ли блеска много показалось, то ли мало. Она выскочила на сцену и попыталась использовать электрошокер. Ну, она просто, видимо, не в себе. С электрошокером она пришла к Пенкину вместо цветов. Хорошо, что не с вибратором. Так что, я не знаю. Может, это было бы приятнее, конечно. Охрана обезвредила девушку. Так что до Пенкина высокое напряжение не дошло. Позже приехала полиция и забрала поклонницу певца в участок. Там-то она и поведала о своей тяжелой женской доле. Когда там у нее спросили, что вы хотели сделать, да, я хотел его убить. Зачем? Потому что я его люблю. Понимаете, вот-вот, вот до чего доходит вообще умы фанатов, на что они готовы. Даже на какие-то поступки вообще, ну, то, что неадекватные. Однако девушка на этом не успокоилась. И, выйдя из полиции, поехала к дому Сергея Пенкина кричать слова любви под его окнами. Полицейские задержали сумасшедшую поклонницу снова. На этот раз арестовав на двое суток. С тех пор девушка вроде как пропала из поля зрения Пенкина. К сожалению, некоторые нападения фанатов на звезд заканчиваются смертью знаменитости. Самая громкая история из этой серии – убийство Джона Леннона. Убийцу Леннона зовут Марк Чепмен. Поначалу он был большим фанатом группы Битлз и лично Джона Леннона. Настолько, что повторял его образ и хотел быть похожим во всем. То есть так же носить прическу, как у Джона Леннона, купил такие же очки, как у Джона Леннона, одевался, как Джон Леннон. Но потом все кардинально поменялось. От любви до ненависти оказался один шаг. Потом в определенный момент он увлекся религиозным, как бы я так сказал, активистом стал. И как-то, в общем-то, поокончил с Джоном Ленноном. Сказал, что ему очень не понравилась фраза на тот момент, что Джон Леннон более популярен, чем Иисус Христос. И, в общем-то, у него появились претензии уже к Джону Леннону, и он, наоборот, начал отстраняться от этого образа. 8 декабря 1980 года Марк Чепман встретил Джона Леннона, который шел на звукозаписывающую студию и попросил у него автограф. Рядом с ними находился фотограф Пол Гореш. Этот снимок стал последней прижизненной фотографией Джона Леннона. Когда музыкант вышел из студии, Чепман застрелил его. Он попал за четыре пули в спину, и он никуда не побежал, он остался на месте. Как безумный сел где-то там читать книгу над пропастью воржи. Психиатры признали, что у Чепмана присутствует бредовое расстройство, но он вменяем и вполне осознавал, что делает. Сам убийца Леннона подтвердил это на суде, заявив, что хотел прославиться и навсегда остаться в истории. Он в своих мыслях говорил, я хочу убить Джона Леннона. Вот он его убил, и весь мир плакал и плачет до сих пор. Просто рыдает. Марка Чепмана приговорили к пожизненному заключению, но он мог потребовать досрочного освобождения через 20 лет, что он и сделал в 2000 году, однако ему предсказуемо отказали. С тех пор Чепман повторяет свои прошения о помиловании каждые два года. Он же все эти годы просил, чтобы его выпустили, что он все осознал. И недавно вдова Леннона, она, значит, вынесла вердикт, сказала, что она его не прощает, пусть сидит дальше. Сегодня Марку Чепману 68 лет. 43 года из них он пробыл в тюрьме. Вряд ли его когда-нибудь выпустят на свободу. Но своей цели он, увы, достиг, навсегда оставшись в истории, как убийца гениального музыканта. Пострадала от рук фаната и Настасья Самбурская. Точнее, не она сама, а ее автомобиль. В него кинули камнем. Я знаю, что многие журналисты, многие режиссеры не хотят работать с этой актрисой из-за ее сложного, очень сложного характера. И, может быть, даже в чем-то необязательности. Поэтому, когда я узнал историю, что как-то кое-кто засветил в ее автомобиль кирпичом, я почему-то не удивился. Это случилось, когда актриса пришла на парковку после спектакля. Там ее поджидали двое парней. Один из них и кинул увесистый булыжник, когда Самбурская проезжала рядом. К счастью, он попал не в стекло, а в дверцу машины. Я думаю, что у этой актрисы есть адвокаты и законы Российской Федерации, по которым можно это инкриминировать как порча имущества, чтобы это компенсировать. И это правильно. Чтобы этот хам абсолютный кинул кирпич в машину девушки. Зачем? Непонятно. Но сама Самбурская прекрасно знает, почему тот парень кинул камень. Дело в том, что этот давний поклонник, который преследует актрису, появляется в массовках в телешоу, где она выступает, приходит на спектакль Анастасии. Он писал ей немало СМС, где признавался актрисе в любви. А когда та явно дала понять, что ему ничего не светит, дело дошло до кирпича. И когда его задержали, он сказал, что он с ней, в общем-то, хорошо знаком, а он ее, в общем-то, можно так сказать, скоро, она станет его женой, она должна ему денег, и вообще он ее спас от аварии. Как бы сложно сказать, но кто его знает, может быть, действительно она ему должна денег. Актриса даже обращалась к следователям, но там ответили, что нет закона, по которому фанату могут запретить к ней приближаться. Но пока чего-то не случится. Вот жду, когда меня убьют. Едко прокомментировала эту историю Самбурская в своих соцсетях. Вы что, блин, издеваетесь, что ли? Я вам обезьяна! Долгое время мучилась от назойливого поклонника и Татьяна Буланова. Некий мужчина везде преследовал певицу, писал ей письма пачками, звонил и признавался в любви, подкарауливал в ресторанах и требовал бросить мужа. А однажды позвонил в квартиру певицы, а когда та открыла дверь, бухнулся на колени и стал на нее молиться. Меня как-то, когда я еще училась в институте, один сумасшедший преследовал, правда, очень долго это длилось. Потом я в театре, а потом к театру подъезжал. Было страшно. Звонил все время, був, таким голосом. Это было ужасно. Вот и Булановой было страшно. Она всеми силами старалась прекратить это общение. Но фанат ничего не понимал. Я всегда считала это неэтичным. И что касается меня, я никогда не позволяла себе высказывать какие-то негативные, как это сказать, господи, оценки давать вернее. Потому что если мне нравится, я лучше промолчу. Развязка случилась, когда певица пыталась войти в свой подъезд. Ненормальный поклонник поджидал ее там. Он схватил Татьяну и стал угрожать, что зарежет ее, если она не согласится быть его. Слушайте, ну это ужасно, что, к сожалению, с ней тогда не было близкого человека. Потому что, если, конечно, был бы мужчина, он бы смог сразу ответить. Ну, слава богу, что с ней все хорошо и слава богу. Тогда Татьяна Буланова вырвалась, запрыгнула в свою машину и умчалась подальше от маньяка. Угрозы сумасшедшего фаната стали последней каплей. Певица обратилась в милицию. Ну, мы не застрахованы от людей таких, вот таких людей, да. Ну, бывают странные. Надеюсь, что все мы будем как-то такие ситуации избегать или переживать без лишних проблем. Ну, никто не застрахован опять же, что поделать. Да, бывают сумасшедшие. Так и оказалось в случае с фанатом Булановой. Когда его поймали, выяснилось, что у него большие проблемы с психикой. Мужчину отправили в соответствующее заведение на лечение. Между нами все кончено. Продолжение следует.